Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радио Центр Сангейтс начинает свою программу. Сегодня воскресенье. Необычное время для программы, но информация настолько важная, что мы не можем пройти мимо, поэтому мы решили воскресенье, причем время в Чикаго 8.30 утра всего лишь, и мы начинаем нашу программу. У меня на связи Майами и духовный лидер Элла Арбит. И вот сейчас она будет нам открывать ту самую информацию, которая, в общем-то, очень важная. Элла, здравствуйте! Доброе утро! Так скучаю по Чикаго, но Майами – прелестный город. Рада вас слышать, Михаил! Не сомневаюсь, что Майами – прекрасный город, ну, как минимум, там есть океан. Да, это прелестное время для меня, потому что мне Бог разрешил провести буквально несколько недель, немножко больше месяца в этих условиях. Я же черноморская девушка, одесситка. Для меня здесь так прелестно открылись, мои нервы открылись. И говоря о нервах, это огромная суть. Я буду как медик теперь говорить другим языком немножечко. Ну, а Элла, расскажите, информация действительно очень важная, то есть мы с вами, так сказать, беседовали, вы обозначили тему, но чтобы я сам это от себя ничего не говорил, давайте вы расскажите, о чем пойдет речь. О материальности наших жизней и примерно материи 21 века как бы в конечном результате. Я знаю, Михаил, что вы очень интересный собеседник в этом плане, вы изучали, вы ездили по всему миру тоже и изучали материальность нас. По-моему, когда-то к чему-то привлекали сверху и повели по назначенному пути. Почему-то есть такие души, которые пытаются открыть что-то, может быть, незначительное для кого-то, но очень примерное для тех добрых людей, которым хочется иметь в себе частичку чего-то доброго, прекрасного, прелестного и здорового. Я хочу подтвердить здорового. По сути дела, вы ездили много, тоже вы можете рассказать в нашем радиослуча. Я тоже могу, может быть, заслушаться тем, чем вы хотите с нами поделиться, Михаил. Элла, спасибо. У нас, к сожалению, сейчас эхо. Давайте, вы будете говорить больше, я буду говорить совсем мало, поскольку связь у нас идет через другие каналы, и какое-то эхо я слышу в эфире, и наши радиослушатели тоже будут слышать это эхо. Поэтому обо мне мы поговорим в следующий раз, и о моих, скажем, реализациях, которые я получил в моих путешествиях. Давайте мы поговорим вот то, что вы считаете важным. Я буду бороться немножко за духовность нашего здоровья. В каком плане? Являючись аспиранткой университета по изучению интегральной медицины, я уже выпускница, но в моем уме я не оторвалась от этой школы ума, где здоровье намного более свято, как нам кажется в наше время. В каком плане? Я не приму ни одну таблетку, я всегда от них отказывалась, даже вот у меня была один раз в своей жизни операция, мне назначили болеутоляющей и предписали, допустим, два вайкодина. Я сразу знала внутри себя, даже не будучи медиком, я отключилась от головы медика, может быть, немножко сказала, зачем мне две, я никогда не принимала вайкодин. А мне медсестричка сказала, а вам нужно. Вот слово нужно явилось плодом незрелого ее общения с ее умом. В моем уме, я вам скажу честно, наверное, ничего не нужно было. В каком плане? Кто говорит о том, что фармацевтическая культура нашего общества – это эрудированный путь? Я соскочила с этого пути. Я разговариваю с Богом теперь очень конкретно, это очень sacred путь о том, что же все-таки влечет нас в ту добрую или недобрую сторону. Материя – это полезная суть. Что же такое материя? И почему нужно вообще говорить о материях? Если кто-то хочет говорить или задумываться о здоровье, здоровье и есть материя. Но очень интегральная материя. Из чего состоит наше здоровье? Это очень хороший холистический путь для нас. Не просто для мышления, а для откровения с собой. Из чего состоит материя? Я не думаю, что Бог не разрешит во время этой радиопередачи говорить, но у меня будут скоро открыты курсы по изучению этих всех материальных мыслей. Почему? Я уже практик. Я уже практически с ним перестроила свое собственное здоровье. Я не болею. Я не принимаю лекарств. И не собираюсь этим добром заниматься. Я работаю с матрицей. Вот, допустим, матрица работает на... Я буду говорить от сердца. Матрица от Бога. Мы все вооружены матрицей до какой-то степени. Я знаю, работая с людьми уже несколько лет, что на протяжении нескольких веков матрицы ведут человечество вперед. Но матрицы тоже могут меняться. То есть здоровье может улучшаться. Я не говорю о том, что оно может ухудшаться. Но и то, и то возможно. То есть есть регулирование здоровья каким-то другим способом, кроме лекарств. Я думаю, что лекарство должно улетучиться. Я думаю, что суть от Бога должна быть лидирующим мнением в медицине на сегодняшний день тоже. У меня уже есть результаты. И не только на себе. Это уже пройденный этап для меня даже. Я уже для матери матрицы не гожусь. То есть есть разные варианты. У Бога есть много путей для нас, как стать на здоровый путь. Есть ли какие-то вопросы в данный момент, Михаил? Я остановлюсь. Ну, вопросов у меня лично нету. Просто то, что вы все рассказываете, это действительно очень интересно. Вопрос заключается в том, что для меня вы сейчас говорите о материи. И это достаточно необычно, поскольку во всех наших программах, которые мы с вами вели, вы всегда говорили о Боге, вы всегда говорили о душе, и вы всегда говорили о связи с Богом. А сейчас вы говорите о материи. Почему такая трансформация? Я вам скажу. Получилось чудо со мной в Майами. Я работала на днях, может быть, я больше потом расскажу во время моих уроков, лекций и непередач. Мне удалось взять материю. То есть конструктивно меня вел к здоровью Бог. Теперь я владела материей. И поспешила рассказать миру, что такое возможно. Какой же у Элы статус сегодня? Я творю. То есть здоровье, всегда нам говорили, мы можем творить. И как же не рассуждать на эту тему, а просто взяться за руки и начинать творить материю? Уникально. Но это не банальная вещь. Можно ли этому научиться запросто? Завтра я опять пойду в какую-то сторону радикального ума, что касается медиков. С Бором я работала на днях. Бор. Физисист. Разрешил себе поучаствовать в моей судьбе. Я работаю с высшим, чем высшим разумом. И материальность моего сердца разрешила Бору предложить мне возможность сотрудничать и показать мне, что такое материя. Элла, я прошу прощения, прерываю вас. Я хотел бы немножко уточнить. Вы имеете в виду физика Нильса Бора. Нильс Бор и Планк. У них была теория стволовой клетки. Это именно тот генетический код, который заложен во всех нас. Вы имеете в виду в этом направлении, да? Вы знаете, ваш голос немножко прерывается. Я частично услышала. Бор, который был физиком, он был основателем, одним из основателей квантового мира. То есть мне позволили с ним начать, для него это было честью, помочь мне разобраться, что такое материя вживую на мне. Для Бога есть разница, когда я всегда стою возле Отца, но периодически Он разрешает мне работать с живым умом. Почему с живым умом? Потому что в квантомом мире это тактичный момент. Ему разрешили поучаствовать. Физиологически это проще. Я когда была на том свете, я работала с научными работниками, живя там, в том мире. Мы меняемся местами. Как же наука несется вперед? Да благодаря душевности человека. Откуда приходят знания? Но мы уйдем немножко в сторону. Хотя материя знаний тоже идеальная материя. Как она сконструирована? Вот я немножечко пытаюсь защитить волю Бога и дать нам знания, откуда приходят все-таки теологические, может быть, это будет звучать предметно, откуда приходят знания к человечеству. Кроме Бога я разговаривала с теми, которые жили и влекли человечество вперед. Бог говорит, это лицо медика. Это лицо медика, которому возможно быть сильным человеком. Нужно иметь силу добра, чтобы работать на таком высоком духовном облике. Это даже не разуме, а облике. Облик мой строил Бог. Облик я не понимала. Я пришла генетически подготовленной к этой работе, естественно. Не завидуйте мне. У нас очень много добрых людей, которые готовы на работу дальше идти. Вот почему я проталкиваю этот путь вперед. Скромно говоря о том, что есть возможность идти не только философски, а функционально вперед. А вперед куда? За счастьем. Что же такое счастье? Давайте говорить уже чисто. Здоровье, суть, несущее все остальное. Это материальность всего. Давайте дадим маленькое определение материи. Я скажу маленькое, потому что это не окончательно. Материя – это полезная суть. Это маленькое скромное определение на сегодняшний радиозвонок. Уверенность – тоже материя. Но самое интересное, что в нашем мире сейчас существует. Или нет достатка в чем? Совесть. Совесть. Умеренная совесть. Материально. Это настоящая материя, которая несется к человеку. Или забирается у человека. Что-то пришло, что-то ушло. Мы задаем вопрос, как так? Вот так. Ушло. Куда уходит? Это уже вне нас. Оно ушло. Но это начало заболевания, правда? Я буду изучать с Богом, как отключить заболевания. Ну, я, наверное, часы от этого места. Буквально я уже стою в этой материи, которая меня уже знает, чувствует и разрешит мне войти в себя, чтобы изучать способ общения с Богом на уровне отключения от материи заболеваний. Вот насколько уже добро ко мне пришло и настолько уже не скучно мне, даже в Майами. Хотя в океане я еще не была. Я по берегу хожу, брожу. Мне некогда даже в воду зайти, я вам скажу честно. Но я еще такой вибрационный манифест, что вода меня, скорее всего, охладит. Так что мои нервы настолько подключены к Богу, что я трагически, думая, что мне не нужно даже дня офф, стою на этом смелом пути и говорю, ну ладно, нету счастья в воде, я буду просто продолжать идти вперед. Зачем потрунивать над своим здоровьем? Нужно просто, у меня нервы настолько уже округлены этой материей, что я уже просто не хочу сорваться с этого пути. Я уже просто стою на том, чтобы добиться всего того, чего я хочу добиться. Это здорового человека, здорового соседа, здорового себя, здорового облика, счастья себе и другим. Это моя суть. Я пришла на землю ради этого. Я не спешила приходить. Меня давно уже здесь не было. Я не спешила с этим. Я работала наверху. Но что было два века назад? Вот что Бог мне рассказывает. Как нам понять, что произошло в мире? Два века назад 80% людей были более материальны, то есть знали ближе Бога. Он разрешал им быть ближе. Что свойственно людям сегодня? 40% только могут. Это то, что мы могли два века назад. Изменения сильнейшие два века. И посмотрите, историческая дата – это то, что 40% и не 80% владеют совестью хотя бы. Я уже не говорю о уверенности. Но куда мы идем? К благополучию. Какие же нас влекущие материи принесут туда? Энеколичество будет знать совесть. После этого они будут знать уверенность. После этого добропорядочность. И дойдут к сути. Или, или, я знаю, как сразу прийти в суть. Это матрица, где можно записать за секунды все это совершенное добро. Как объяснить это? Квантум разрешает мне с ним работать. Матрица существует. Это достойно говорит о том, что матрица существует. И она разрешает записывать на себя. Я в этом мире уже делаю это все. И это строго работает со мной, когда я пишу на матрицу. И с человеком работаю в этом плане. Результаты феноменальные. В течение секунд все происходит. Вот, пожалуйста, есть варианты. На все есть смысл. Но опять, а смысленный человек хватает на лету. Им нравится со мной работать. Это тяжелый труд. Я постоянно должна участвовать в этом. Но иначе как? Тогда пилюли. То есть Бог с меня спросит. Ты будешь дразнить их, будешь только говорить об этом. Или на этом уровне уже будешь теоретически и фактически работать. То есть очень уникального много. Много уникальностей сейчас. I love it. Поэтому у меня к вам вопрос. А вопрос заключается в том, как практически все-таки это притворить, как помочь людям, которые все еще получат лекарства. Ну, я вам скажу. Я с Богом говорю об экономическом пути. Экономически я не владею временем. Это Божья воля. Не дай Бог защитить себя в этом смысле и сказать, ой, я знаю, как время работает. Да не дай Бог. Время – это virtue. Время – это благодать. Время работает на себя. То есть Бог пишет. С Богом этого человека я содействую. Секунды понимаешь, что человек сразу становится на правильную матрицу или отрубает старую матрицу, которая не служит ему. То есть время не служит этому человеку. Это техническая работа. Если вы верите, что есть существует, в нас стоит Бог, и вы не из капусты произошли, если человек знает хотя бы, что происхождение его не из капусты, я уж не говорю о другом уме. Оно работает моментально. Вы дышите, откуда-то пришли, кто владеет вашим духом. Теперь, спиритуальная ДНК – это вообще marvelous field. Спиритуальная ДНК была откровенно и признательно дана мне. Я работала схематически с Богом открыть спиритуальную ДНК. Даже пять лет назад у меня была ученица, которой я помогала на матрице стоять, даже не работать, а просто стоять. Учила ее устойчивости. То есть в уверенности я с ней шла. Ей нужна была эта материя. Она должна была долго стоять в уверенности. Через нее она очень откровенный с Богом человек израильтянка. Она живущая в Америке. Красивая женщина от Бога. Замечательная художница. И вдруг, по сути говоря, я во время урока с ней меня прервал Бог и сказал, я в матрице ее стояла, что ей только что передала Ванга для меня подарок. Она мне потом принесла этот подарок. Это было изображение спиритуальной ДНК. Понятия не имела. До три дня назад мне сказали, что же это пять лет назад передали через нее. Это символ спиритуальной ДНК, который я буду на свой веб-сайт ставить скоро. Я не имела от радости, потому что я смотрела, и меня увлекло. Но искусство, с которым она изобразила это, она увидела во время моего разговора с ней это и начала описывать. Но изображение было потом компьютерное. Я не знаю, как она это сделала. Бе компьютер, право бы. И я даже не знала, куда меня влекли пять лет назад. Но это все существовало. Потом геном. Геном – это ответственная информация, очень хорошая, дико легкая информация, которая приходит в моих руках, она уже работает. Геном тоже помогает человеку стоять на здоровом облике. Она работает под эгидой любви. Она очень все материально. То есть оно уже изображено. Мы даже ничего не должны делать. Уже подвластна Богу эта информация. Уже Бог разрешил дать этот подарок человеку. Это суть. То есть кроме матрицы, где немножко поработать нужно, если кто-то любит в себе разбираться, матрица – откровенный путь. Геном – тот, который пытается выбрать правильный путь. Человек не должен ходить к психиатрам. Человек должен знать себя. Скромные люди, независимые люди. Я говорю тоже о материальности человека. Такие люди спокойно живут на геномах. То есть я уже писала несколько структурных путей. Структурная – это манифестация человеческой жизни. Мы материальные. Она все работает. Не нужно жить еще два века и продолжать разрушительный путь. Есть путь на покой, который можно заработать у Бога за секунды, за долю секунд. У меня занимает четверть секунды поднять дух человека. Четверть секунды. Я не заблокирована нигде. Вы понимаете, что мои глаза дышат Богом. Четверть секунды. Я не выдумываю. Ну, у меня очень структурная матрица. То есть я живу в этой матрице. Я отвечаю перед собой иное количество дней. Мне дают немножечко свободы, потому что я обязана быть в духовном, в стеснительном смысле, идентична той работе, о которой я буду описывать. Я не имею права писать о выдуманных материях. Я должна стоять в этой материи, которая мне разрешает в себе стоять. Это благородный путь. И тогда я могу на этом пути лечить людей. Четверть секунды – это достоинство. Это уже Бог меня потом целует в мою макушку и говорит, спасибо, я тебя создал. Я без него это не могу достигнуть. Не могу. Но я работаю над собой под его присмотром, под его чутким владением. Вплоть до того, что если я не хочу кушать, и я еще недостаточно съела сегодня, он меня заставит. Даже если скандал у меня в сердце, моя душа будет покорна. Даже так. Это достоверно все. То есть материи в наше время совсем другие. Мы не идентичны тем людям, которые жили два века назад, три века назад, пять веков назад. Какой-то путь будет нас закруглять к тому миракл, который Бог еще не расскажет, где мы должны оказаться. Но оно пошло по кругу немножечко. Тяжело, когда ты идешь в биток по кругу, чтобы закруглить это все, по мнению Бога. Нужно не оглядываться назад, потому что гравитационные силы будут себя тянуть в тот прежний век. Многие души заблудились. Почему получилось так, что мы за два века отошли? Разрешили нам отходить. Пришли на жизнь смелые люди, которые разрешили себе оглядываться назад. Мне не разрешили. Мнение Бога со мной было, ты идешь только вперед. Что же Архангел Михаил постоянно делал в заключении дня со мной? Он за мной закрывал все задние мысли. Не отпугивайте себя этими мыслями, что кто-то должен с вами работать. Или матрица. Но я сразу не была готова на матрицу. Меня нужно было поднять в эволюционном смысле, чтобы я уже могла ракурс иметь и вести других на эти матрицы. Я сегодня стою на самой матрице Бога, когда особенно я лекции эти читаю. Я включена в матрицу Бога. Я просто плыву там. Без ограничений. Но моя душа свободна. Я хочу повторить слово «свобода». Не ограниченность. Даже не любовь. Да не любите Бога, он говорит. Я сам разберусь с собой, он говорит. Ну, честно говоря, с медицинской точки зрения, да как отец, как подлинник любви, он разрешает подняться на эту суть, что он имеет право нам дать здоровье. Он имеет право нам дать здоровье. Не осудите его за это. То есть осмыслите на том облаке любви, на котором вы хотите сидеть, как и почему, и откуда это берется. Да он не хочет, чтобы мы занимались этой ерундистикой и принимали лекарства. Теперь на CNN на днях был репорт. Что же убивает нашу молодежь сегодня? Опиоид. Я их тоже выписывала. Я выбросила все это из головы. Я прекратила медициной заниматься. Сегодня статистические данные, говорящие о том, что мы разрушаем жизнь наших детей, ужасны. Я не могла вздохнуть после этой передачи. У меня тоже двое детей. Да это самый страшный кармический путь, если мы начнем убивать своих молодых. Да ужас это. Нужно браться за головы, кричать, караул и начинать новый путь. Все, что я могу сказать, Миша, это от доброго сердца матери. Я уже не медик. Я уже очистила свою душу полностью от медицины. Иногда сердце мое рвется назад. Может быть, когда-то в какой-то момент мне дадут отдохнуть и скажут, на, пожалуйста, да, медикам это, пожалуйста. Может быть, я и поэтому занимаюсь этой материей, что есть какой-то выход. Бог сделает выбор. Я не буду. Я не буду сентиментальной в этом плане. Я не обязана медицине. Я буквально не обязана медицине. Я обязана человечеству поднять суть, нести ее вперед. Это мой поход вперед. Меня Бог выбрал для этого. Я честно, откровенно скажу. Я выбрала себе профессию, но Бог дал мне путь. То есть почему это произошло? Ко тому стилистическому пути, как мы все приходим на что-то, я его нашла, этот путь. Но мне кажется, здоровье каждый хочет иметь как выбор. Как вы считаете, Михаил? Ну, безусловно, безусловно. Это все действительно в наших силах. И это наш выбор. Потому что если мы, скажем так, считаем, что мы делаем все правильно, то мы должны также допустить о том, что мы можем ошибаться. Ну, вот так я считаю. Что я бы еще хотела сказать, может быть, если медики слушают. Я знаю, что мы все добропорядочные люди, но нам не хватало знаний. Что бы я бы подтвердила на своем собственном клиническом уже уме, клиническом уме, чтобы подытожить. Есть ли у человека хорошая, чистая жизнь? И я не буду парировать, кто считает своей жизнью хорошей, кто считает своей жизнью нехорошей. Это Бог разрешает мне уже как клинику знать. Допустим, что ж такое жизнь на геноме? Ну, просто разрядку получить для вашего сердца. Он помогает владеть собой. То есть вы становитесь самостоятельно, не критически в своем плане. Вот у вас были какие-то, может быть, нехорошие условия в семейной жизни, или с сестрой поругались, или где-то какие-то конкретные шероховатости были. Сразу можно подхватить геном, можно стать самостоятельно в оценке себя. Если кто-то вас ругал, вы можете передохнуть 30 дней на этом геноме. На 30 дней геном – отличная вещь. Сделайте себе отдых. Да, каждому это полезно. Единственное, нужно быть верным себе человеком. Но он помогает устояться в этой верности. Уважение к вашим целям. Если вы ищете себя, геномчик – самая лучшая вещь. Не скорбинчик. А геномчик – самая лучшая вещь. Это все делается под эгидой любви. То есть он записан – loving kindness. Есть язык, конкретный язык, на котором это записано. Loving kindness – это тот язык, который записан на геноме. Я сразу предупреждаю, почему-то хорошо становится. Да, гены записаны на том же самом языке. Это генетический материал. Это манифест наших генов на любви. Мы пришли жить в любви. Оно постоянно работает, потому что это идентично тому, что Бог записал на наших клетках. Наши клетки автоматически работают. Да и геном тоже автоматически работает. Ничего не нужно. Только научиться способу, как его брать. У меня это уже отработанный, легкий, очень конкретный путь. Я взгляну, и человек уже этот геном есть. Правильно, потому что я вижу, когда он приходит. Мне только нужно окинуть это взглядом. Я вижу геном, и он уже произошел с человеком. Я просто должна иногда потрунить с человеком, иногда ему понравится эта мысль, что он пришел. Оно работает очень-очень совестно с человеком. Бог владеет этой ситуацией. Матрица, если вы хотите что-то поменять в своей жизни. Матрица, манифестация. Запомните эти два нежных слова. Грубо говоря, я меняла жизнь, поворачивала от смерти к любви за месяцы. Смотря какой путь у человека, можно за день это сделать. Смотря какая матрица нужна этому человеку. Очень легко. Спиритуальный ДНК для тех, которые любят себя, любят жизнь, откровенные, открытые, дружелюбные. Многознающие люди. Спиритуальная ДНК – это счастливый путь. Счастливый путь с витками, с надеждами. Оно себя тянет за себя полностью. Сконструирована наша спиритуальная ДНК. Идентична божественности. Ответственная вещь. Очень ответственная вещь. Она может засыпать в человеке. Она может идти в dormant field. Может засыпать. Эрудиты должны знать, что такое спиритуальное ДНК. Мой отец, ему за 80 уже, разрешает себе работать на спиритуальное ДНК. Я с ним разговариваю. Я всегда знаю его эмоции. Я знаю, когда что-то требуется. Мы подключены к центральной смертной системе. Бог разрешает, потому что мы не вредим друг другу. У нас конкретно есть существующая любовь. Отца и матери. То есть мне Бог, мать разрешает знать, что нужно моему отцу. Отец мой уважает своего вруховного судью. То есть Бога. У нас идентичны еврейской вере. Хорошие, красивые, откровенные отношения. У нас нет никаких разглаживающих материй. Все откровенно. Мы всегда можем заключить мир. То есть мы спиритуально идентичны с моим отцом. Это интересная вещь. Очень интересная вещь. Но моему Богу во мне нравится такая позиция. Я вдова. То есть я не мешаю себе жить. У меня есть взрослый ум. У меня есть цели в жизни. Я знаю, что мой отец всегда поможет моим двум сыновьям, если в конкретности я нуждаюсь, допустим. То есть я не прихожу на помощь своим детям, так как я владею только женство и логикой. Логика у мужчин совсем другая. Я доверяю своему отцу. То есть у меня нет кризиса в моей жизни. Да, я ушла из любви к моему. Мой муж ушел. Но у меня нет постоянной нужды. Всегда есть какая-то цель поймать какую-то мысль. Я звоню своему отцу. Он включается в спиритуальную ДНК. И мы работаем на цель помощи семьи. Я хочу обратить внимание, для чего она существует. Цепи. В спиритуальной ДНК работают цепи, генетические узлы, которые очень естественны для взрослых отношений. Нет капризов между нами. Взрослый путь. Я взрослая женщина, я взрослая дочь своего ответственного отца. Даже для этого нужно изучать такие вещи. В них нужно жить. Иногда какой-то кризис. Включите в спиритуальную ДНК. Не плашайте. Не бродите по свету и не кибайте на дураков, которые вас будут учить какой-то подлости, какой-то наглости, какой-то неуютности внутри себя. И пропишут еще в результате прозак. Да зачем? Есть путь без прозака. Без золовта, без лекции, без всего этого. Есть. Спокойные, добрые пути. Они описаны уже. Через несколько дней я буду записывать структурно понятия, более глубокие, соответствующие смыслы на русском, английском языке. Выйдет скоро не только в виде передачи эти знания. Как клиник я уже восторжествовала достаточно, чтобы откровенно заявлять о путях Божьих. И опять, это не моя выдумка. Не разрешено говорить на эту тему. Не осудите меня, пожалуйста. Я пришла от добра. Какие-то есть еще вопросы, Михаил? И спасибо вам заранее за то, что вы внимательны к этим мыслям, за то, что вы откровенны всегда с Богом и самостоятельны всегда в своей душе, Михаил. Вас очень любят сверху. Очень уважают. Знают ваш сложный путь, когда иногда мешают, когда не все соответствуют вашим намерениям, но всегда идете вперед. Я думаю, в заключение, что у вас очень сильная спиритуальная ДНК, Михаил. Элла, большое спасибо. Да, духовная, спиритуальная, по-русски это будет духовность. И мы говорим, в общем-то, о духовности. Человек представляет собой три единства. Это единство материи, души и духа, или ума и духа. Поэтому, если мы говорим о человеке и связи его с Богом, то мы, безусловно, должны говорить и о материи. И на самом деле, об этом мы сегодня с вами, Элла, и говорили. И я этому очень рад. Я рад соответствовать вашему пониманию вопроса и человека в мироздании и в его духовной сущности. Ну, а центр Сангейт, собственно говоря, это центр информации. Вот эту информацию мы предоставляем, дорогие наши радиослушатели, на ваш суд. Если эта информация вам в чем-то непонятна, если вы с ней не согласны, то, конечно же, вы имеете право соглашаться или не соглашаться. Но во всех вариантах, Элла, Арбит, я и центр Сангейтс, мы всем желаем добра, мы всем желаем здоровья. И, как минимум, вот ту информацию, которую мы предоставляем, она полезная информация. И было бы, наверное, скажем, опасно, можно так сказать, если мы не верим. Для того, чтобы верить или не верить, надо попробовать. Вот мы и предлагаем, как минимум, попробовать принять эту информацию для начала, а потом уже мы будем продвигаться дальше. Элла, большое вам спасибо. Я приношу свои извинения за технические неполадки, за шумы в эфире. Но, к сожалению, мы сейчас беседуем не по тому каналу, по которому мы обычно беседуем с нашими людьми. Это просто такая информация, которую нельзя долго не открывать. Вот сегодня есть такая возможность. И голос Эллы как раз-таки был нормальный. А мой голос, ну, в данном случае, не важен. Я, так сказать, соответствую. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами, что вы нас слушали. Программа записывается. Вы ее можете увидеть и услышать на YouTube и на Facebook. Элла, огромное вам спасибо и до новых встреч. Спасибо вам. Я приду еще в эфир скоро. Я уверена, что скоро. И буду говорить о том, что, скорее всего, школа уже... Буду выступать на тему, что, как содействовать и что в этой школе происходит и как подсоединиться к этим мыслям и помогать себе. До скорого эфира с вами, Михаил. Люблю вас, целую вас и добра, добра. Пусть помогает нам Бог. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.